Здравствуйте, меня зовут Павел Бадыров, я ведущий железной студии. И сегодня у нас в студии выдающийся атлет, один из самых сильных людей планеты, Видас Блекайтис. Здравствуйте, Видас. Здравствуйте. Привет. Давай будем на «ты». Хотел с тобой поговорить о силовых видах спорта, которыми ты занимаешься. Насколько я знаю, ты стронгмен, при этом выступающий успешно в пауэрлифтинге. Расскажи, как ты пришел в спорт вообще, с чего начиналось? Вообще в спорт я пришел нечаянно. Я уже был очень молодой, даже маленький. Был сильнее, чем мои друзья того же года. Я раньше играл в футбол так побольше, и другими видами спорта занимался, и легкой атлетикой, и чуть-чуть баскетболом. Но как раз пришел, первый раз пришел в железный зал, будем говорить, мне это очень понравилось. И я уже после тренировок, после двух недель тренировок уже стал сильнее, чем мои друзья тренировались год и больше. Ну, я когда приехал в первое соревнование, а первый у меня спорт был пауэрлифтинг как раз. Я выступал в местном турнире. А во сколько лет ты пришел в железный зал? В 16 лет. Я, значит, как выступал в первом турнире, я выиграл первый кубок, стал чемпионом в своей весовой категории. Весовая категория была до 100 килограмм. Это ты в каком возрасте весил 100 килограмм? Уже 17 лет я была. А в 16 лет сколько ты весил? Я, когда пришел в зал, я весил 80 килограмм. А, здоровый парень был. А после четырех месяцев, вот, мне уже стукнуло 17 лет, я после четырех месяцев тренировок уже весил 95 килограмм. Так масса хорошо пошла. То есть очень способна была. Вот, я потом, после этого турнира, я сразу поехал на национальный наш чемпионат среди молодежи. Правда, мне с первого начала там не очень удалось. Я не взял первый, скажем, вес на приседание. Забаранил, да? Забаранил, да. Ну, а второе соревнование среди молодежи уже стал чемпионом. Я так собрался и стал чемпионом. Это было в 90-м году, как я первый раз выиграл чемпионат по пауэрлифтингу среди молодежи. Ну, и дальше шел. Правда, я по пауэрлифтингу выступал только в национальных турнирах. Ну, там, еще там в чемпионате Балтии выступал, но на Европе, на мире по пауэрлифтингу не выступал, поскольку мне очень понравился другой вид спорта, который только что развивался у нас с 88-го года. У нас силовой экстрим появился, так скажем, в мире одна из первых стран Литва, которая там появилась, этот спорт, ну, в России гораздо, гораздо позже, да. Ну, и я только тогда, но я еще не выступал в Струмбине, только увлекался этими спортсменами, этими людьми, которые там соревновались. И кто тогда были звезды, что вам было? Тогда в Литве были звезды такой Стасис Мечус, Зенкевичус, и такие они, как были мои кумиры. Ну, и, конечно, приезжали в Литву известные мировые стронгмены, такие, как Марк Гиггинс, Джейм Ривз, вот, и Магнус Вермагнусон. И мне очень, ну, большое впечатление они создавали. Ну, а в Струмбине, в силовой экстрим я пошел, первый турнир у меня был в Литве в 94-м году, мне было 22 года, и я выступал, ну, и занял не последнее место, там из 16 участников стал 11 или 12, так вот, а люди, которые там состязались, соревновались, у них уже был такой стаж, ну, я чуть-чуть, по чуть-чуть, по пару месяц выше с каждым турниром шел вперед. Вот, и уже в 97-м году стал призером чемпионата Литвы, значит, проиграл только очень опытному человеку, который был тогда самый сильный в Литве, такой Ольвина Скиркляускас. И я после него был вторым, так это на меня очень, очень влияло. Но потом и начал выступать в международных турнирах, но в то же время я не забыл и поверлифтинга. Тоже выступал на национальном чемпионате, собирал хорошие суммы, выиграл не только свою категорию, выигрывал, но выигрывал их и по коэффициенту, абсолютку, да, абсолютку. Ну, и в основном база поверлифтинга, как у нас в Литве называются троеборья, называется национальное слово Егострихови, силовое троеборье, так я выигрывал турниры один за другим, потому что у меня силовая база была хорошая, я все до тренировки, хоть и занимался силовым экстримом, но тоже всегда делал и тягу, и приседания, и жим лежа, вот. Вот, я мог выступать и на одних, и на других параллельно выступать. Расскажи, а как ты тренируешься? Вот, когда ты начал заниматься поверлифтингом, сколько раз в неделю ты занимался? Я сначала тренировался по три раза в неделю, потом по четыре раза, потом два плюс один было, потом было и три плюс один. Три дня и один перерыв, да? Да, да, да. И все время я так интенсивно тренировался. Сначала у меня была такая программа, что три дня тренируюсь, один отдых, ну, а теперь как уже, и я возрастной, и опыт большой, я теперь тренируюсь без такой программы, как раньше, я просто теперь тренируюсь так, как мне, значит, организм говорит, когда ты можешь тренироваться, когда отдыхать. Может, я там планирую тренироваться в эту неделю, скажем, четыре раза, но получается, что пять и шесть раз тренируюсь, если хорошо там себя чувствую. А если плохо чувствую, прихожу в тренировках, только делаю, только основные упражнения, потому что если ты уставший и там плохо настроен так, нельзя так тренироваться через, через не могу. Просто, просто надо, когда организм, хорошо отдохнувшись, есть настроение хорошее только тогда. А длинная тренировка у тебя? Объем большой? А тренировки разные. Если я тренируюсь поверлифтерские упражнения, так полтора-два часа. А если я силовой экстрим, когда мы собираемся там силовики, там атлеты силового экстрима, там по четыре, по пять человек, так бывает, что мы по три часа, четыре часа тренируемся, вот. Сделаем на тренировке такой мини-турнир, и каждый один другого стараемся опережать. И такой вот, получается, хороший тренировок. Ну, не каждый раз, если побольше людей, если там поднимаем бревно, так, поставим вес, скажем, там 140 килограмм, и кто больше сделает, вот. Если там несем, там, коромысло, там 400-420 килограмм поставляем, кто быстрее сделает. Ну, вот и так, и очень хорошо, так, такие хорошие эмоции, очень полезная эта тренировка получается. А вот объем в параллесерской тренировке, полтора-два часа, ты много подходов делаешь в каждом упражнении? Конечно, это очень хорошая разминка. Разминка продолжается где-то 20-30 минут, это как минимум. Вот. А какая разминка, вот, поподробнее, интересная? Надо, надо сделать такие упражнения, чтобы протягивать, протягивать все мышцы, и это даже, даже на перекладе не работаешь. Даже со своим всякие там, ну, шпагаты не делаю, но стараюсь тоже так, чтобы, ну, растяжку, да, чтобы избегать травм. Ну, это, конечно, такие микротравмы бывают, на тренировке, на соревнованиях избежать 100% травм, не всегда получается, но, вот, ну, и, конечно, это надо очень, очень много работать с таким небольшим весом, пока ты... Именно долгая такая разогрев, разминка? Да, 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 такими маленькими ступенями иду на большой вес. То есть, разминка такая очень тщательная, да? Да, очень. Ты сразу так начал тренироваться или с годами пришел к пониманию, что разминка очень важна? С годами это пришло. Раньше на разминку не обращал такого большого внимания, но это, не могу сказать, что это возраст такой у меня вот большой. Это опыт. И только возраст, я без разминки не могу ничего делать, но разминка очень влияет на каждого спортсмена. Это зависит, тогда от разминки зависит и дальнейшие результаты, и избежание травм, и другие все плюсы и минусы, там, ты увидишь, когда, как делаешь разминку. Значит, вот ты 20-30 минут разминаешься, а потом у тебя какое количество подходов, например, в движении? Ну, скажем, если, ну, если говорить одно из упражнений приседания, так, надо, конечно, это, чтобы дойти до веса, скажем, 400-420 надо до того сделать, ну, 10-12 подходов. Разминочные? Да, да, да. Это вот шаг прибавляешь, прибавляешь. Да, 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 но прибавляешь там по 20-30 килограмм, вот, и пока дойдешь до такого веса. На вот этом рабочем весу ты делаешь несколько подходов, или ты дошел, и это и есть тренировка? Если у меня все хорошо получается, скажем, вот, последнюю тренировку делал несколько дней назад, я присеял 420, очень хорошо присеял, тяжело присеял, но очень хорошо технично, так я уже все не делаю. Это ты на разовый? На раз, на раз. У тебя каждый раз тренировка заканчивается разовым повторением? Нет, только тяжелая тренировка, потому что следующая тренировка у меня будет полегче. Да, а какая? И, скажем, до 350 килограмм на несколько повторений. А несколько – это какой диапазон? Ну, несколько там, скажем, 350 без всякой экипировки, только в бинтах, и там 350-360 килограмм на 4-5 раз. 4-5 такие повторения. А на больших повторениях ты работаешь, чтобы рабочие подходы были на много повторений, там, 8-10? Делаю, но только с легким весом, а когда ты работаешь на силу, так не делаешь. Но у нас на соревнованиях, на силовомовых среде бывает такой, есть станок приседаний, где мы работаем, где мы работаем довольно много повторений, так надо и так по 15 делаем повторений, потому что если ты на станке, там будет 330 килограмм, так получается. Вот я в прошлом году присел 15 раз, ну, так и стараюсь на тренировке, там, минимум 12, естественно. То есть приходится и выносливость уже тренировать. Да, да, да. И вот силовой экстрим теми и отличается. Скажем, если поверлифтинг – это максимальная сила, так силовой экстрим – это максимальная сила, это и скорость, это и взрывная сила, это выносливость. Ну, много, очень надо иметь много свойств. А какие тренировки тебе больше нравятся по душе? Именно тренировки, не спорта, а именно тренировки? Если честно сказать, силовой экстрим мне побольше нравится. Больше. Должен быть в очень хорошей форме. Это не будет никаких там сенсаций, если ты… Не может быть такая сенсация, если ты не в форме и сделаешь большой результат. Ну, вот, а в силовом экстриме – это ты, ну, если ты не в очень хорошей форме, в силовой форме, но ты будешь побыстрее, в другом упражнении. Ты там хорошо там фермер проносишь, коромысло, хотя у тебя там бревно мало, меньше поднимешь или там приседания поменьше делаешь. Ну, у тебя будет форма в других упражнениях. И наоборот, если ты очень будешь иметь хороший вес собственный, ну, хороший, то есть большой, и очень большую максимальную силу, ну, ты тогда становишься помедленнее. Так вот, в силовом экстриме надо найти такой, как центр золота, говорим, что и туда, и туда надо вот сделать такую форму, чтобы не потерял и скорость, и чтобы силу не потерял. Вы, когда проводите тренировки в силовом экстриме, там вот есть действительно и многоповторные вещи, и удержание на длительное время. Там же пульс, наверное, очень большой при этом. Вы пульсовые вещи меряете, пульс во время этих тренировок? Сколько там ударов там? Следите за сердцем? Ну, я когда выступал на чемпионате мира, так нам врачи даже надели такие аппараты, сердце, и все по компьютеру они видят, как у тебя сердце работает. Так, а на тренировке мы, ну, попроще делаем тоже, ты после каждого упражнения, ты померяешь. Меряете, да? И какой пульс бывает во время таких тренировок? Бывает и 200, бывает. Да, да, да. И бывает, что если такие упражнения, как тягача, надо так сказать, если ты протолкаешь тягача, скажем, там 20 метров большой вес, это просто сердце так бьется, что кажется, что вылетит. И ты, наверное, 15-20 минут, ничего не можешь больше делать, и другое упражнение уже не можешь делать. Тогда мы такие упражнения, как этот тягач таскать, делаем последнее упражнение, чтобы после того остался только бассейн. Вы плаваете? Да, конечно. А по много? Ну, я, так, не то что плавать, но легко проплыть, там, в банке посидеть, там, в джакузи посидеть, вот так вот, чтобы весь организм так ослабился. Ослабился, да? Это очень важно, потому что, ну, как выходишь из тренировки, весь такой усталый, ну, надо немножко снять. Стронгменовская тренировка, как часто проводится вот такая многокомпонентная? Ну, это максимум два раза в неделю, это максимум. А отдых между ними, это просто отдых, или есть активные какие-то вещи для отдыха? Конечно. Активные вещи, это помогает побольше. Не надо просто в постели лежать и думать, что все восстановится, конечно. Ну, надо и всякие процедуры делать, и массажи надо, и вот бассейн, как я говорил. Ну, и другие есть, такие релаксации всякие, чтобы побыстрее восстановился организм. Ну, и, конечно, это спортивное питание такое помогает, которые там всякие пищевые добавки, да. А вот во время лифтерской тренировки, вот про приседания ты сказал, там бывают тяжелые, бывают полегче. А как часто приседаешь? Если я приседаю тоже, скажем, делал тренировку тяжелую, потом через 4-5 дней буду делать полегче тренировку. И потом через 4-5 дней опять очень тяжелую, вот так. Ну, так получается 9-10 дней, вот так. Раз тяжелая тренировка, где-то в полторы недели, извините. А вот, когда делаю тягу, так легкой тренировки почти не делаю, все тяжелые. Но это тоже тягу делаю, скажем, 10-12, даже раз в 14 дней. То есть, раз в 2 недели, да. А даже некоторые поворлифтеры даже вообще тягу не делают. Но думаю, что это неправильно, надо все равно делать хоть. А жмешь как часто? Я теперь вот когда до подготовки, я теперь готовлюсь на Кубке Титанов. Правда, в этом году у меня немножко компликуется такая подготовка, потому что у меня до Титанов еще есть несколько стартов на силовом экстриме, да. Я буду выступать, вернусь на следующий, уже еду в международный турнир в Ташкент, потом еду в Минске будет международный турнир, и надо туда выступать. Вот хорошо так, у меня немножко компликуются такие вот подготовка на Титанов, потому что тренировки по поворлифтингу и силовом экстриме, они отличаются. И не знаю, как я буду набирать форму, но надеюсь, все будет хорошо. Но это, конечно, тренироваться, это в двух видах спорта, хотя они и похожи, но и много отличаются. Ну вот все-таки по жиму, вот ты, если готовишься конкретно к лифтингу, сколько раз в неделю? Ну или с какой периодичностью? Я делаю одну тренировку узко, жму, скажем последнюю. А узко это как? Насколько? Узко, ну там 15-20 сантиметров между руками, и там рабочий вес там 230-240 килограмм. На сколько повторений? И там на 3-4 повторения, когда уже в форме. Ну еще я не набрал форму. Это без майки? Без майки, конечно. И потом следующие тренировки, конечно, дополнительные. Я на трицепс дополнительный делал пару еще повторений, очень хорошее повторение на перекладине. Отжимания? Отжимания. Да, да, отжимания, и там с гантелями, там трицепс, ну такие еще один там на трицепс делал упражнение, и вот. И больше жим не делаю, там только следующая тренировка по жиму, только настоящий жим с экипировкой, если я готовлюсь по поверлифтингу, вот. И через сколько после вот узкого жима у тебя будет тренировка в экипировке? Через сколько дней? И потом через 4 дня опять будет трицепс работы. Через 4 дня тренировки идут, да, получается? Да, да, да. То есть получается, что даже по режущим раз в неделю получается силовой жим такой именно в экипировке, а узкий у тебя идет как некий такой вспомогательный упражнение. Да, 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 это дополнительные упражнения, помогательные, потому что когда ты жмешь в экипировке, у тебя сперва помогает экипировка, а потом уже только дожим, дожимать, даже руками это трицепс очень работает. Надо усилить, а у меня, как я заметил уже в начале своей подготовки, что у меня очень отставая, ну, трицепс послабее, так вот надо мне много дополнительных делать упражнений, чтобы догнал. А как тебе вообще нравится в экипировке или без экипировки больше, если пауэрлифтинг брать? Это дословно тоже не можно сказать, вот скажем, жим без экипировки, когда уже ты набираешь очень хорошую форму, это опасно, потому что я уже имел, что я порвал грудь один раз, вот, и сильно порвал. И теперь у меня тоже, я очень раньше любил жать много, но я когда порвал, у меня, вот, отстает левая часть, то есть правая часть груди, и там ошибка была, что доктора не шили. Сторожный микрофон. Вот. И я не знаю, но я без экипировки жать опасно, но приседать я люблю без экипировки побольше. А вообще тягу делаю, вообще даже никогда с экипировки не делаю. Вот вообще, если два вида спорта сейчас взять, они существуют, можно сказать, параллельно, это безэкипировочный пауэрлифтинг и экипировочный. Какой тебе из них интереснее кажется? Может быть, даже не как спортсмену, а просто вот со стороны, вот, как ты считаешь, что правильнее, что лучше? Больше всего безэкипировочный. И безэкипировочный – это настоящая сила, думаю так. Это настоящая сила спортсмена. Ну, а экипировочный, так, это и экипировка помогает. Конечно, там тоже сила нужна, очень большая сила нужна, но это добавляет экипировка, как мы знаем, по 40 килограмм и больше. Но безэкипировки опасно, но это честно. А тебе вот самому в экипировке тренировка нравится или нет? Нет. Не нравится? Давление там растет? Да, 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 да. И я когда приседаю, особенно когда приседаю с большой весом, у меня получается даже после последней тренировки в глаза кровотечение. И я тогда глазами видел, как через туман даже на машине не мог ехать некоторое время, потому что такой густой туман. То есть так давление скакало, да? Да, да, да. И там только через несколько часов прошло. То есть экипировка, она такая злая, да? Да, да, да. Потому что когда ты приседаешь, все давление идет вверх. Вот интересный вопрос. Ты занимаешься много лет силаами спорта. Они тебя кормят? Ты зарабатываешь на этом? Ну как, я может... Ну, если честно, конечно, заработаю, но это я не из-за того работаю в этом спорте. Есть и полегче работы, которыми можно заниматься, но это нравится. Я фанат этого спорта. Но можно себя покормить, скажем так? Скажем так, можно. Если ты выступаешь в турнире, можно покормить. То есть там какие-то призовые, на чем зарабатывать? Ну, призовые, да. В словом экстреме, как мы выступаем, конечно, за рубежом, выступаем в Литве, тоже бывают призовые. Но если ты в международный турнир поезжаешь, так, ну, иногда достаточно неплохие деньги можно зарабатывать. То есть, в принципе, если ты успешный спортсмен, то выступая можно как бы жить на этих деньгах? Да, есть. Есть много образов, где спортсмены нормально живут из этого спорта. Рекламные контракты предлагают? Ну, теперь, конечно, я живу в маленькой стране, в которой маленький, скажем так, ну, трудно найти такого спонсора могучего, который там, вот, прокормил тебя к этому спорту. Надо себе зарабатывать деньги. Но был спонсор, который там мне раньше помог, теперь хуже, конечно, не только мне хуже, и другим спортсменам. Но спонсоры все равно, они работают в наших турнирах, где помогают провести турниры, конечно, там вкладывают деньги. Тоже это хорошо. В нем мы выступаем, выиграем, получаем что-нибудь. А сколько турниров в год у тебя? Вот это очень интересно, эти вопросы задали. Вот в прошлом году я даже по интересу посчитал так, я выступал в 25 турнирах разного уровня. Это получается чаще, чем два раза в месяц? Да, да, да. А как ты успеваешь восстанавливаться и тренироваться? Бывают даже несколько турниров подряд. Вот в прошлом году было 7 недель подряд, как я выступал в турнирах, так вот, полтора месяца. В это время я почти не тренировался, только выступал. А сколько надо было, если идеальные условия, и тебе надо подготовиться к турниру по стронгмену, и тебе не надо выступать, а вот у тебя вот самый главный старт, и ты можешь себе позволить готовиться? Сколько нужно времени для подготовки? Ну, если так, если ты в такой, скажем, уже в средней форме, так хватит 10 недель тренироваться и 2 недели выступать. Вот так идеально. Но, потому что, я как говорю, надо и прокормиться из этого спорта, так мы, хотя и не в лучшей форме, но если нас, значит, приглашают в разные турниры, мы там выступаем и хотим побольше выступать, ну, потом ты, где нет по несколько турниров выступаешь, что-нибудь заработаешь, потом тренируешь, опять наращиваешь форму, и потом опять выступаешь. Ну, вот если взять идеальную ситуацию, у тебя там, грубо говоря, есть источник дохода, там большой спонсор, который занят тобой подготовкой к турниру, тебе надо порядка, там, 10 недель для подготовки, ты говоришь? Да, 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 10 недель, это, 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 но это тоже не с нуля. Ну, понятно. Не с нуля, это, говорю, быть уже, чтобы имел такую базу. Конечно, да. А в лифтинге дольше надо готовиться или меньше? В лифтинге дольше, 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 да? Вот на кубок Супер Титанов это надо, ну, 4 месяца, скажем. Вот с нового года как начал, я обычно работаю там еще 2 месяца без экипировки и потом 2 месяца с экипировкой. А, не сразу вводишь экипировку, а сначала... Да, надо, база делается без экипировки, да. А когда экипировка, да, я так не люблю, но надо. А как ты относишься к молодым пауэрлифтерам, которые начинают экипировку применять почти сразу же, еще ничего толком не поднимают? Наверное, кажется, что если они экипировку применяют, они ближе к серьезному спорту, оказывается. Ну, это я вообще не понимаю, как так можно. Конечно, сперва надо базу хорошую поставить, надо набрать силу достойную, чтобы ты выступал в турнире, без экипировки. Даже я, вот я не сказал этого, что я в пауэрлифтинге первый раз надел экипировку только, наверное, в 2000 году. А, то есть первые старты все были без экипировки? Да, без экипировки. Я, там, многие выступали уже в экипировке, я приседал, сжал без экипировки и даже выиграл не только в категории, но и по коэффициенту. И я 4 или 5 лет назад, 4 или 5 лет подряд, я, значит, был абсолютным чемпионом по жиму лежа и все это делал без экипировки. А сколько ты жал без экипировки? 290 я жал без экипировки. При каком весе? И я тогда весил, ну, так, сейчас, 140 килограмм где-то, вот. И тогда, когда я пробовал пожать 300, уже я... Порвал? Порвал грудь, и даже больше не жал тогда, с большим весом не работал вообще там. У меня после этого максимум был 250 без экипировки, но не из-за того, что я стал, ну, там, скажем, намного слабее, но просто боялся. Боишься, да? Да, да, такая, как бы комплекс. Потому что думал, думал, что это больше, чем 250, это уже опасно. И опять, я опять буду рвать, и потом... И я после этого еще несколько раз порвал грудь в другой стороне, но только не так сильно порвал, только надорвал. И я теперь вот, ну, боюсь, много жал без экипировки. А в экипировке сколько ты жал максимально? 310. То есть у тебя не очень большая прибавка от майки, да? Бывает, спортсмены очень много прибавляют. Ну, видите, я в прошлом году пожал 310, но это после травмы. После того, как я травму получил, так это, я, как говорил, больше не жал без экипировки, как 250 после травмы. Но если в то время была бы такая экипировка, как я жал без нее 290, так думал, с экипировкой пошло бы 340, может, 350. Но при этом многие снимают больше с экипировки. Да, да, я это знаю. Некоторым эта экипировка почти ничего не дает. Скажи, вот ты сейчас кубку Титанов готовишься. Этот турнир интересный для тебя? Да, он очень интересный. Там очень хорошая атмосфера. Ну, конечно, в первый турнир я, как приехал здесь, мне было как чуть-чуть так, ну, как не в своих там саньках. У вас, говорят, не в своей тарелке, да? Да, да, да. Ну, а теперь уже я выступал в трех турнирах. Я жду этого турнира. Конечно, подготовка всегда тяжелая бывает. Соревнования не такие тяжелые для меня, как подготовка к ним. Потому что ты уже, ну, как бы, приходишь на соревнования в хорошей форме, восстановленный весь. Отдохнуваешь, и тогда так быстро проходит эти соревнования, ты даже не успеешь встать. А какие твои лучшие силовые результаты в жизни, показанные в прессе джим-тягу, если троеборья брать? Если так, официально на соревнованиях? Нет, просто вот в жизни, на тренировке, вот просто, когда ты максимально самое большое поднимал. Так у меня и на тренировке, и в зале почти то же самое, даже у меня лучшие результаты на соревнованиях. Ну, вот просто твои лучшие в жизни результаты тогда. Скажем, у меня сумма плаварлифтинга тогда 1140 на тренировке. А по упражнениям? А по упражнениям 440, 310 и 390. Сейчас ты как готовишься, у тебя настроение, ощущения больше будешь поднимать? Не знаю, это очень трудно сказать. Это очень трудно сказать, потому что у меня, вот как говорил, есть турниров до титанов. Ну, конечно, надо собраться, надо набрать форму, чтобы, ну, не хуже делать, чем в прошлом году, может и лучше. Ну что, желаю тебе удачи, очень приятно было пообщаться, очень интересно, большое тебе спасибо. И мы придем обязательно смотреть на твое выступление, Наталья Титановна. Сегодня в нашей студии, повторю, был выдающийся атлет, один из самых сильных спортсменов мира. Видос, увлекайтесь. И я надеюсь, что вы, пообщавшись с этим спортсменом, поймете, насколько интересны силовые виды спорта стронгмен и пауэрлифтинг. И придете болеть за него на турнир Суперкубок Титана.